Кажется, зима все-таки уходит. Сегодня в пробном режиме начали работать паромы между городами Лоботнанги и Салихард. Но с обеда движение вновь было остановлено по причине того, что река еще не до конца освободилась от льда и работа паромной переправы может оказаться небезопасной для пассажиров. Пока точно дата возобновления работы паромов не сообщается. Все зависит от погоды. Но лоботнанцы не теряют оптимизма. Тем более, что это лето, во-первых, по прогнозам синоптиков, обещает быть жарким. Во-вторых, в ближайшие дни начнется практическая реализация проекта «Городская среда». Альмира Новоселова расскажет подробнее, где работа начнется в первую очередь. Сейчас практически у каждого школьника есть аккаунты в соцсетях, где каждый из них хочет разместить красивое фото. Не исключение и Юлия Репина. В нашем городе их очень мало мест, где можно было бы сделать очень красивую и изящную фотографию. Очень бы хотелось побольше красивых мест, где не фонтаны, где можно было бы сделать фотографию или памятники. На радость лоботнанцам таких красивых мест к осени будет больше. Это станет возможным благодаря реализации проекта «Городская среда». Так, у берегов протоки был посол. У подъезда к городу Семилиственниц уже к осени появится памятная стела «Ворота Ямала». Подрядчик готов приступить к монтажу основания. В ближайшее время начнутся работы у детского сада «Улыбка» и восьмой школы. Здесь появятся просторные и комфортные стоянки. Для безопасности малышей и родителей по улице Магистрально к детскому саду будет проложен тротуар длиной 165 и шириной 2,5 метра. Для удобства по уклону запланированы ступеньки и пандусы, что будет удобно мамам с колясками. В рамках проекта «Городская среда» заключено 11 муниципальных контрактов, два из которых уже исполнены. Остаются еще у нас пять контрактов на площадке торговые размещены. Как я говорю, они в начале июня будут отторгованы и заключены. По итогам, конечно, мы понимаем, все эти работы изначально обсуждались неоднократно с привлечением общественности, с привлечением всех заинтересованных лиц. И были выбраны наиболее знаковые события и знаковые работы для города, по итогам которых наш город будет действительно преображен. К 6 июня пройдут торги по остальным объектам, возведение которых планируется в рамках проекта «Городская среда». План преображения города на 2017 год уже сформирован. Однако свои предложения о том, как сделать город Лабытнанге лучше, жители могут высказать, позвонив по телефону горячей линии 23105. Альмира Новоселова, Григорий Волков, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова